Привет, привет, Наташа. Я очень рад тебя видеть, я тебя поздравляю с Новым годом. Как там в Беларуси погода? У нас сегодня снег, метель, слушай. Как там? Ну, у нас здесь дождь был, даже было обледенение, ветки деревьев покрылись льдом. То дождь, то снег. Вчера шел дождь, весь день всю ночь, а сейчас снег. Дописала книжку, уже же издатель ждет. Я вот здесь редактирую уже окончательно. И вот тут буквально вчера, во время редактирования, я обычно по ходу еще что-то исправляю, и мне приходит в голову какие-то куски добавить. Ну, что добавила там. Да, и я вот вспомнила, когда в Москву приезжал Тони Робинс, наделал много шуму, и было много отзывов в интернете о нем, в том числе и таких не очень положительных. Многие были разочарованы, что и организация была плохая. Начало было объявлено в 10, а началось только где-то в 4 часа. То есть это люди столько ждали, и билеты очень дорогие. Но меня во всем этом заинтересовало то, что когда я стала это все пересматривать, вот эти вот отзывы и информацию о нем, я заметила, что на выступлениях он начинает скакать, и весь зал тоже скачет вот так вот. Вот, и я поэтому написала тебе вот спросить вот об этом механизме. Получается, они скачут и входят в транс. И один молодой человек, блогер, написал в своем, сделал видео у себя, и говорит, вот я был на этом шоу, и мне понравилось. Многие пишут, что это развод, снимают видео, что это развод, но я действительно ощутил, у меня был такой подъем, и тут он добавляет. Правда, после этого это чувство мне получить ни разу не удалось. Вот, и я подумала, что они, выполняя какие-то упражнения, в том числе вот эти хорошо известные участникам нашей школы повторяемые движения, и вот они скачут все время, и они, кому подходит вот это вот скакать, они разгружаются и получают то, что все мы знаем, участники нашей школы Homo Futurus, они получают непроизвольную разгрузку. А потом, после концерта, они пытаются, может быть, обратно это чувство получить, они покупают книги, они снова платят большие деньги за то, чтобы попасть обратно к этому Тони Робинсу. Ну, вот, и не знают, что это такое. И вот я хотела вот, Харсай, спросить у тебя, вот, многие психологи, в том числе и Тони Робинс, они, вот, дел, выполняя все это, они сами понимают, что они делают, потому что, мне кажется, они просто ходят вокруг да около, называют все это какими-то сложными понятиями, вот, но не могут объяснить, что происходит. Вот с Антони Робинсом, он может объяснить, он понимает, что люди получают разгрузку некоторые на концерте, кто-то, может, в транс впадает, в состояние гипноза, возможно, под действием толпы, там же очень много людей. Ну, я тебе скажу, что все известные психологи, которые практически известны своими результатами, они ходят вокруг да около, потому что они по своему практическому опыту как-то к этому приходят, но не осознают самого механизма. Если бы Тони Робинс, о котором ты сейчас говоришь, осознавал механизм, он бы им подсказал бы сразу, как подбирать свой ритм. Они просто не знают, что дело в самом принципе подбора, путем перебора, и критерия этого не знают, ключевого, индивидуального соответствия, что тот ритм твой, где ты максимально комфортным для себя образом, выходишь на автоматизм. Это может быть и скакать, это может быть и плыть, это может быть и любую физкультуру можно делать. Подбирай те движения, в ритм которых ты быстрее ходишь. Ну, кому-то бег нравится, кому-то... У него в основном скачут хостанки. Интересно, что я видела, что другие плакать там начинают, и он к ним выходит в зал, он их обнимает, и другие виды это тоже начинают плакать, и там действительно получается шоу. Не случайно это так и называют. Это не сеанс там какой-то, или концерт, это шоу. Вот. А сегодня в мире никто, кроме нас, механизм этот не изучил, не понял, и не может гарантированным образом научить других людей без этих шоу самостоятельно все это делать. К сожалению, к сожалению. Я тоже просматриваю весь интернет. Наш, зарубежный. Вот сейчас я не могу долго разговаривать, потому что мне нужно как раз в Италии помочь. Там мне сейчас написали, срочная помощь нужна. Вот. И поэтому у нас такая ситуация, что психологов вроде много, книг вроде много, а вот как пандемия показала, что как люди стресс не умели снимать у себя сами, так и не умеют. Мне постоянно все звонят, пишут, вот сейчас ты извини, я тебе желаю в новом году, чтобы ты... Я еще хотела тебе сказать, ведь он и по угле мучает ходить. Я видела там кадры, что некоторые вот, кто комментировал его выступление, они более-менее знакомы с психологией, они начинают говорить о каких-то манипуляциях, которые там происходят. И в том числе, вот говорят, вот он учит тоже ходить по углам. У него ходят по углам. От его слабости, конечно. Да, и говорят, что ведь это давно уже все раскрыто, механизм хождения по углам, по стеклам уже давным-давно. Однако же не все в курсе, и все это продолжается. Конечно, смешивают с фокусами. Конечно, по углам любой чьей ходить может. В Болгарии даже есть праздники такие национальные, но где дети бегают по углям. И стекла можно кушать, и много чего. Я показывал это еще в 80-х годах, как эти фокусы устроены. Но это слабость. Это слабость человека, который не до конца понимает механизмы, и для того, чтобы было более убедительно и привлекательно, начинает смешивать с фокусами. Ну, конечно, это так. Да, ну ты вообще заканчивай быстрее, потому что издатель ждет твою книгу. И уже несколько раз мне писала она, слушаю тебя, когда Наташа пришлет книгу. Ну, давай, я тебе целую щечку. Еще раз поздравляю с Новым годом. Ты хорошо выглядишь, и это очень мне радует. Да, спасибо. Всем привет. Кстати говоря, будешь когда ехать в Москву, шоколад не забудь белорусский. Мне очень нравится. Потому что мне тогда из Германии прислали этот шоколад, где 90 градусов какао. 90 процентов. И еще как мне есть шоколад. Давай. До встречи. Хорошо, Россия. Спасибо тебе, что я тебя увидел. Всего доброго. Всем привет. Пока.